Добрый день уважаемые трейдеры, сегодня у нас 6 октября, с вами Академия Трейдинга и Инвестиций и я решил сегодня сделать небольшой обзор по текущей ситуации на рынке валют и товаров. Сегодня у нас, как вы уже знаете, нонфармы, потому что сегодня первая пятница месяца, предварительные нонфармы отстрелились довольно бодро, бак соответственно везде усилился и усиливается на каждых новостях по нему. Вот и собственно что хотел вам сказать, на сегодняшний день те цели, которые я ставил по золоту и по тому же евро-доллару на дневках, они отработаны. Ну, по евро еще не до конца, по золоту уже вчистую мы пробили основание минимума этой недели от пин-бара, то есть чистейшая конструкция price action, которую вы все прекрасно знаете, пин-бар в тенденции обновления минимума этой недели. По евро-доллару у нас остались цели минимум августа месяца, но я думаю, что сегодня на новостях эта цель будет пробита. Что хотел сказать на сегодняшнем обзоре? Я хотел сказать о рынке нефти. Дело в том, что вчера по нефти, ну даже в принципе на часе будет хорошо видно, был отличный-отличный импульс, который на мой взгляд был связан с хорошими новостями между Россией и Саудовской Аравией. Кто-то может со мной спорить, кто-то нет, мне в принципе все равно, но импульс есть и самое интересное то, что мы пробили нисходящий тренд по приору. Вот он приор, последний импульс по нисходящему тренду и на часовом, 4-часовом таймфрейме его очень здорово видно. Так вот, такие конструкции имеют тенденцию на продолжение. Ярким к тому примером был вот тест приора в конце сентября, начале октября. Соответственно, нефть провалилась довольно здорово, там порядка 200 пунктов. Сейчас мы имеем импульс, который пробил и выкинул из рынка вот эти 1, 2, 3 американские нисходящие сессии. Все, кто стоял здесь в шортах, получили вчера по стопам, либо сейчас сидят в минусе. И это будет являться топливом для движения наверх. Я считаю, что потенциал по нефти очень даже неплохой. Отслеживая общую динамику по рынку нефти на повышение, вчерашний импульс стоит, ну, скажем, по тренду, да, над приором. Соответственно, первая цель как минимум перехая вчерашнего дня вполне достижима. Дальше, если этот пробой будет истинный, можно смотреть уже на общий перехай. Если он будет ложный, соответственно, можно будет сократить позицию, либо выйти как минимум в ноль, либо положительный без убыток. Первая цель перехая вчерашнего импульса по нефти. В принципе, все, что хотел сказать. Напомню, что завтра я запускаю разбор недели. Рекомендую завтра всем посмотреть видео, которое я буду делать. Буду разбирать новости, потому что неделя была новостная и были очень хорошие тенденции, связанные с новостными импульсами. В принципе, на этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Всем хорошей нон-фармовской пятницы. Не превышайте объем и зарабатывайте вместе с нами. Всем всего доброго. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»